Очередная сенсация на Ближнем Востоке. Израиль продает оружие своему давнему врагу Саудовской Аравии. Но, как выяснилось, страны уже давно не соперники и решили объединиться в борьбе с новой угрозой. С какой именно, расскажет Сергей Ослендер. Это сенсация даже не регионального, а, наверное, мирового масштаба. Израиль продает Саудовской Аравии оружие. Причем не просто оружие, а знаменитую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая так блестяще показала себя в 2014-м во время войны с Хамас. Саудитам комплекс нужен для защиты своих городов от ракетных обстрелов еменских повстанцев-хуситов. Это классическая иллюстрация к поговорке «Враг моего врага, мой друг». Оружием шиитских повстанцев снабжает Иран. Главный соперник Эр-Рияда в Ближневосточных делах и главная стратегическая угроза для Иерусалима. Дальнобойные ракеты хуситы получают именно от Тегерана. Поэтому Эр-Рияд объявил о сделке публично, давая понять, насколько изменились его приоритеты. Теперь главный враг саудитов не в Иерусалиме, как было многие десятилетия, а по другую сторону Персидского залива. И он намного опаснее, если учесть тот факт, что именно иранские ракеты, выпущенные хуситами, сегодня падают на саудовскую столицу. Для Саудовской Аравии гораздо важнее защитить себя от Ирана, в том числе от хуситов, которые являются его передовым крылом борьбы с Саудовской Аравией. И ради этого, конечно, пойти на договоренности с Израилем. Это естественно, очевидно и самый прямой и простой ход. За последние десятилетия Иран смог создать на Ближнем Востоке настоящую шиитскую дугу от Йемена до Ливана. Везде действуют его сателлиты. Тегеранские отряды воюют в Сирии, приближаясь к израильским границам, и этот факт тревожит Иерусалим сильнее всего. Нам пытались долго объяснять, что главная проблема Ближнего Востока – это противостояние Израиля и арабов. На самом деле, главная проблема Ближнего Востока, как мы сегодня очень четко видим и понимаем, – это противостояние суннитов и шиитов. В свое время ходили слухи, которые Иерусалим и Эр-Рияд упорно отрицали, что Саудовская Аравия предоставит Израилю свои аэродромы для возможного удара по иранским ядерным объектам. Сделка по продаже железного купола на стадии завершения. Первая батарея должна поступить на вооружение Саудовской армии уже в начале следующего года. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Продолжение следует...